Девчонки, да, я снова зашла. Спасибо, кто остался. Сейчас мы чуть-чуть подождем. Блин, я не могу просто, это какой-то дурдом вообще. У меня так нос чесался. Было тоже такое в эфире. Мы в воскресенье немножко выпили. Я утром еле вообще эти уроки делала. Чуть с ума не сошла просто вообще. Сейчас да расскажу вам про Марго, потом поотвечаю еще на вопросы. Аллергия? Не, я не думаю, что это аллергия. Мне кажется, у меня не на что аллергии быть. Я уже еще бокал налила. Я сейчас тоже, по-моему, уже пойду за вторым. У меня вон осталось, блин. Сейчас расскажу про Марго и пора прощаться, потому что если я выпью еще вина, то я уже буду вам тумбочку дальше показывать. Оксан, я не знаю, что ты с этими документами. Действительно, в баню их. Закончишь завтра. Я согласна. Вот. Короче, я потом покажу вам, кто не видел, выставлю пост или сториз с Маргошкой, когда она... Ой, хоть свечку понюхать нет, все равно не спасает. Блин, девчонки, извините, но это реально хрень какая-то. Молоко прямо больше. Вот. Короче, блин, теперь здесь чешется. Это было бы очень хорошо. Тубочка интересует многих. Но я знала, чем вас зацепить. Так вот, потом Яна выставила этот... Ты-то хорошо про мангость написала. Как ты в себе ее ощутила? Вот. Очень интересно, что многие подумали, что все эти посты про меня. Хотя, так и есть. Сейчас, подождите, я вам про Яну расскажу. Вот. В общем, Яна выставила у себя этот пост. И я рассказываю, что Маргошка была очень красивая, такая вся хорошенькая. Я сейчас даже найду где-то альбом, вам покажу. Вернее, этот журнал. И представляете? И у нее было просто безумное количество лайков. Она потом еще раз выставляла этот пост. Через какое-то время написала, что этот пост принес... Как сказать? Принес, да? Ну, короче, неважно. Принес самое большое количество лайков за последние полгода у нее. Она его еще раз перевыставляла. Так вот, дело не в лайках, естественно. А дело в том, что я начала как бы листать комментарии. Я просто их закрыла с ужасом. С таким. Про Марго писали такие вещи. Вот вы меня сейчас спрашиваете, что вы думаете про Гном Гномыча. Про Марго писали такие вещи, что она цыганка, что она ведьма. Как можно вообще... Что это за ребенок? Где взяли такого ребенка? Что это за уродский ребенок? Что это за отвратительное? Как-то вот даже обзывали. Ну, то есть... Блин, ну, как бы я так, ну, пролиснула слегка. Понимая, что вообще просто жесть. И я, конечно же, закрыла. Поэтому, что я думаю про детей? Я думаю про детей, что, в принципе, те, кто пишет что-то, то они вообще не в порядке с головой. Вот. Поэтому вот я так и думаю, что те, кто что-то пишет про чужих детей, они вообще не дружат с головой. Если мама сама пишет про своего ребенка, пиши она все, что угодно. Это твой ребенок. И как бы ты отвечаешь, ну, блин. Вот. Вот такая вот была ситуация с Марго. Конечно же, для любой мамы ее ребенок самый-самый лучший, самый красивый и так далее. Но я считаю, что это вообще... Ну, я, конечно, заходила к некоторым, посмотрела. Вот. Очень много мам было, счастливых мам, самых лучших мам, самых лучших детей. Вот. И я ни на один комментарий, естественно, не ответила. Я тоже читала эти комменты. Просто ужас, да. Поэтому вот так я и думаю про детей. Что никогда в жизни сама не скажу, не напишу. Если даже я и подумаю, блин, какой спокойный ребенок. Может быть, с ним что-то не так, потому что у меня все дети бешеные. Кстати, девчонки, вы знаете, был такой момент интересный. Я вам рассказывала, что я прохожу один курс для детей. Вернее, для родителей про детей. И вот, короче, в этом курсе вот эта Вика, которая его проводит, приводит такой... Почему я спросила про Гномыча? Я под тем постом Рудковской написала, почему не отметили такую красивую девочку. Меня заблокировали. Ну, такую девочку красивую не будут отмечать просто так. Это же реклама. Поэтому, ну, это естественно. Вот. Ну, спасибо за комплимент Маргоше. Так вот, блин, сейчас мысль... Мысль у меня сразу улетела почему-то. А, про курс, да. Вот. И Вика приводит такой момент. Очень было для меня как-то, ну, удивительно это слышать. Вы, наверное, все знаете. Вот это стишок. Помните детский? Мама спит, она устала, но я мешать не стала. Что-то я тихонечко подожду. Там я тихо села и сижу. Ну, короче, я не помню его, но вот в этом примерно дело. И Вика рассказывает, что по большому счету это неправильно. Ребенок не может сидеть и ждать тихонечко в сторонке, пока его мама час спит, например. Ну, то есть это для ребенка ненормально. И еще она сказала такой очень важный момент для меня, что примерно до подросткового возраста как раз дети не знают, что такое сочувствие. Это было для меня очень важно. То есть, когда я, например, детям говорю, ребят, я там, я так устала, я там, блин, вы там, да, ну, пожалеете меня. Ну, примерно я это примерно формулирую. Они просто не понимают, что такое сочувствие. У них не выработано это чувство, этот какой-то там рефлекс или как это правильно назвать. И они не умеют на это реагировать. Поэтому очень многое мне как бы объяснилось, да. Когда я говорю там, пожалуйста, потише, я устала. Пожалуйста, там, дайте мне возможность отдохнуть. Ну, или что-то еще там в таком духе. Они просто не знают, как себя вести, потому что не понимаешь, что такое сочувствие. Вот. Может быть, для кого-то это тоже окажется каким-то важным моментом. Нижний Новгород. Сегодня разговаривала с сестрой, как раз сказала, что... У вас тепло. И это очень здорово, конечно. Вот. Мои вспоминают детям бабушку. Спасибо за эту инфу, тоже не знала. Да. Мой сын не умеет сочувствовать. Так думают очень многие мамы. И вот именно на этом курсе как раз вот это и разобрали, что вы просто понимаете, что они не умеют сочувствовать. Вот. Ну, здорово, что кому-то это пригодилось. Как вы держиваете одновременно, когда все визжат? Никак. Занимаюсь своими делами. Ухожу в другую комнату. Вообще не реагирую. Я поняла в свое время, что... Ну, а что? Я потратила нервы. Ну, представляете, стоит ли брать курс тем, кому только 18 лет? Нет. Для родителей, про детей, наверное, все-таки нет. Так, поверните камеру. Комменты на вашем лице. Давайте я так вот выше сяду. Вот. Так, нормально. Что-то я на какой-то вопрос отвечала. А, как все визжат. Вот, да. Я просто поняла, что... Ну, а что я? Ну, накричу я. Блин. Ну, что я? Расставлю всех по комнатам. Выведу кого-то на улицу. Накажу. Ну, кто вот этого пострадает? Конечно же, я. Потому что им всем по барабану. У них пройдет это время наказания. У них там... Они пересидят там в своей комнате. Им вообще пофигу. Они просто вышли в прекрасном состоянии, в прекрасном расположении духа. И могут сделать все то же самое. В этом страдаю только я. Нафига мне это надо вообще непонятно тратить свои нервы, нервничать. У меня без них столько всего, что мне вообще, как бы, их реакции, какие-то бешенства или еще что-то. Просто я не реагирую. Сегодня к Маргошке пришла подружка, соседка. Ее привела няня. У меня, короче, шишка у Макара вот здесь вот. Вот здесь у Егора вот такой вот ссадина вот такая. И у Гордея вот здесь вот синяк. И она спрашивает у моей няни. А что это они у вас все в синяках? Они так ударились? Няня мне рассказывает, смеется, прям хохочет и говорит. Я не стала говорить, что Гордея поцарапал... Егора поцарапал Гордей. Гордею Макар наступил ногой, когда они прыгали на батуте. И Гордей долбанул кулаком Макару в лоб случайно. Она говорит, ну, я не стала ей рассказывать. Говорит, да, там где-то они шарахнулись, там чего-то. Вот поэтому мы просто не обращаем внимания, если кто-то приходит с синяком, ссадиной, еще с чем-то. Если вот они не орут, потому что орать может иногда только Марго. Ей достаточно наклеить пластырь красивый с какой-нибудь принцессой, и вопрос решен. Вот, поэтому они набивают синяки, они сажают эти ссадины, они друг с другом там дубасятся. Если я вижу, что они ничего не сломают, да, потому что у нас уже все убрано, что можно сломать, какие-то вазы там. Ну, сегодня запустил Макар этот теннисный мяч, показывал какой-то удар и запустил прямо, ну, как бы в бокал, где стояли мои цветы. Ну, окей, он запустил случайно совершенно, естественно, он не целился в этот бокал, в стакан такой высокий. И, как бы, разбил его, и вода разлилась. Ну, что я сказала? Блин, Макар, прикольный удар. Вытерла воду и пропылесосила там остатки этого стекла. Ну, а что я должна? Орать на него? Ты, блин, разбил бокал, ты там пролил эту воду, и что? Он же мне показывал удар, это тоже нужно, ну, немножко видеть, как бы вообще ценить другое немножко, что происходит. Вот. Если они там продрали эту штору, которая слетела с петель, и я знаю, что я могу эту штору поставить на место, я тоже не буду орать, потому что, да, они играли, они кувыркались, они там задели эту штору. Они не думают об этой шторе, они думают об этой шторе в последний вообще момент, только когда мама скажет, дети там, не заденьте штору, и то у них это все пройдет мимо ушей. Ну, окей, они ее задели, я там, они разошлись спать, я там достала лестницу, я ее там подцепила, мне что, трудно? Нет, не трудно. И когда Гордей там, например, заворачивается в этой шторе, например, да, или его кто-то заворачивает, то он несет туда подушки, ну, казалось бы, блин, мои шторы, да, ну, что с ними будет, с этими шторами, с ними ничего не будет, максимум то, что они слетят с этих петель. Зато дети заняты, и у тебя есть полчаса просто попить кофе или вино. Вот. Поэтому, ну, как бы, как бы примерно вот так. Уже нужно другими делами заниматься. Ну, да, уже другие дела интересуют, если вы про это. Сколько бокалов вы выпили? Да, нет, нисколько. Ну, вот, ну, у меня было полбокала. А что, вам кажется, что я что-то не то говорю? Вы предупреждаете в вашем курсе, что голодание небезопасно для всех? Обязательно. Естественно, там есть огромный пункт про противопоказания. Естественно, у меня очень разумный и грамотный курс, который веду не я, как эксперт, потому что я очень много знаю, у меня очень много информации, но я не имею права рассказывать вам то, в чем я не училась, да, где-то вот на длительных курсах. У меня нет сертификатов никаких. Я просто вот прохожу курс за курсом, я получаю какую-то информацию для себя, я могу ее применять на себе. Но, естественно, я никогда в жизни не сделаю курс для вас, не имея на то диплома, разрешения, признания. Поэтому я собрала в своем курсе тех специалистов, которые это все имеют. Мало того, что я всех знаю лично, кроме Марины, как бы, да, Мальцевой, но мы настолько уже много и близко общаемся. У нее, кстати, скоро будет очень крутой курс. Я расскажу о нем в сторис, и я очень советую на него пойти, кто хочет в эту нутрициологию, да, немножечко разобраться. Вот. И поэтому я собрала все, что я хотела бы вам дать, но я не смогу рассказать настолько досконально и, ну, как бы, просто не имею на это права. Вот. Поэтому, естественно, в любом пункте моего курса есть грамотные противопоказания, которые описаны, да, почему нельзя кому-то что-то делать. Ребенок должен убрать за собой, если он разбил, и шторы тоже помочь поправить. Да, согласна. Какие крепкие спиртные напитки пьете? Я не пью сейчас никакие крепкие напитки. Если только где-то в путешествии, мы с мужем, например, вдвоем идем в ресторан, и мы там заканчиваем вечер, там, не знаю, я могу, наверное, выпить коньяк. Так, в принципе, я могу выпить, вот. А так, нет, я люблю и шампанское, и белое, и красное вино, а так особо я больше ничего не пью. Марина, здравствуйте. Как думаете, можно ли возродить отношения после измены? Девчонки, я не знаю, я не буду говорить на эту тему. У меня не было с мужем такого опыта. Поэтому мне легко судить, как бы, вот, ну, я могу сейчас умничать, но я не знаю, что будет, окажись я в такой ситуации. Вы очень веселые, заговариваетесь прям очень. А, серьезно? Блин. Ну, ладно. Ничего страшного. Мне кажется, я всегда так разговариваю. А если всем нужно одновременно, например, поесть, а еще не готовы, и все пищат. Я отправляю в айпады в мультики, еще никто не отказывался. Марго очень любит распечатывать раскраски, разукрашивать их. А еще, знаете, у меня такой момент появился. Если еще не готовый суп, например, я знаю, что суп, блин, ну, еще как минимум 40 минут, там, да, ну, или что-то готовится. И кто-то просит сладкое или мороженое, или еще что-то. И вы знаете, я последнее время даю то, что они просят, потому что я представляю, что 40 минут или час – это очень долго. И даже если они съедят сейчас это мороженое, то через час они точно так же проголодаются и придут есть мой суп. Вот. У меня вот такая вот теперь есть фишка. «Все просто, если дети делают гадость, надо сказать, ты сейчас сделал гадость». Ну, вообще, такое слово «гадость» у нас вообще не используется в обиходе. Мне кажется, это вообще очень взрослое слово, и, в принципе, его даже нет в моем лексиконе. Не знаю, про какую гадость идет речь. Я думаю, что дети не делают гадости, они делают, может быть, какие-то пакости, и то невзначай. Гордия много говорит уже, или все-таки мало для своего возраста. У него очень смешанный язык получился, английский и русский. Он говорит, он начинает говорить нормально уже. Он может сказать, например, «мам, кам спать». «Мам, кам» – это на английском «пошли», «мам, кам спать». «Мам, пошли спать», да, как бы вот так вот. Или он может сказать, «Мам, лук», там, «мам, посмотри», да. Вот. Он очень прикольно начинает разговаривать. Мы с Надей, ну, и с детьми очень ржем над ним, ну, так по-хорошему. Вот. Поэтому вот такая вот смесь у нас получилась здоровская. Делали прививки? Да, я делала трем детям прививки. Гордею не дадим. А Марго и Гордею я уже делала не по графику. Да что такое? Это просто какой-то караул. Делала не по графику, а с перерывами. То есть, если нужно было там, например, каждые три месяца, полгода делать какую-то прививку, я смотрела на, ну, я как бы продлевала это время. Я не хотела вот это вот так торопиться. Хотела все-таки, чтобы организм окреп по своим каким-то ощущениям. Вот. И Гордею я не все доделала, но я планирую все доделать. Мы здесь делаем все точно так же, как по русскому графику. Плюс у нас еще есть прививка средиземноморская и от Менингита. Я не знаю, есть ли обязательная прививка от Менингита в России. У нас здесь есть. Самогонка у родителей, да. Но это бывает только вот, когда мы в России. Конечно, да. Я не могу отказать родителям мужа. Они прекрасно знают, что я умею пить. Потому что у него была до меня одна мадам, которая не пила самогонку и вообще не пила. И вообще она такая была вся, вся из себя. Вот. А я вообще запросто. Просто обозначить границы, это мои шторы, их нельзя трогать. Да почему можно трогать мои шторы? Я не обозначаю границы. Крепкие напитки только тогда, когда утром к детям не вставать. Да, на отдыхе я тоже стала нос чесать. Функционал Надя. Надя помощница по дому с функциями Няди. С функциями Няни. Она называется у меня так. Она уборка, стирка. Готовку мы с ней делим. Особенно, когда приезжает муж. Муж чаще там готовлю ему я. Детям чаще готовит она. Я готовлю больше себе что-то, если такое. Вот. Кто-то занимается детьми, кто-то готовит. Убирается практически всегда только она. Имеется в виду такую вот прям глобальную уборку, как полы, там вот такое все, да, мытье окон. Это все делает она. Я прибираюсь все как бы по местам, по дому там. У детей все прибираю. То есть это все как бы я тоже все делаю. Вот. И она остается, если мне нужно куда-то уезжать, она остается с детьми. И точно так же, если мы улетаем с мужем или со старшими детьми, она остается с детьми, с четырьмя детьми, она остается сама. Вот. График работы у нее один раз в неделю выходной. Сейчас на карантине бывает два дня, бывает три дня, потому что я всегда дома, и, в принципе, ей нужно тоже много отдыхать. Вот. Приходит она, когда около одиннадцати, уходит около семи-восьми вечера. Вот. Если мне нужно, я где-то, она, естественно, укладывает Гордея и остается на ночь, там, пока я не приду, если там я задерживаюсь, что-то такое. Ну вот, в принципе, вот такой функционал. Называется она помощница по дому с функциями няни. Вот. Больше на ней, как бы, гордей по вот функциям, там, каким-то малышовым, потому что часто она остается с ним, когда я, там, детей туда-сюда, куда-то старших развожу. Услышала про еду и поняла, что хочу есть. Наш гомеопат так и говорит, дай конфетку перед обедом, если просит. Вот. Поэтому я... так, ну... Я не слышала такого, но я просто сама как-то к этому пришла. милая пакость и гадость это одно и то же. Ну, окей. Пусть так. Нос чешется к новостям. У меня обычно нос чешется, когда мой муж пьет. Не, мой муж не пьет, поэтому навряд ли. Танцы прошлым летом в деревню родители были классные. Да, я согласна. Гадость какое-то гадкое слово, а пакость к детям более применима. Вот да, я... Да, тоже согласна. И на таких странных женятся еще. Угу. Женятся, а потом жалеют. Пойду себе налью. На киприогреческий язык. Английский в школе, видимо, из-за того, что в школе дети разных национальностей. Насколько хороший уровень преподавания английского. Вы знаете, мне вообще, в принципе, хочется, чтобы дети знали английский язык, а насколько у них уровень. Егор говорит прекрасно. Егор понимает разные акценты. Ну, старше, да, ему 11. Мы были в Америке, мы были с ним в Италии, мы были где-то в Европе. Он везде понимает прекрасно, что ему говорят на английском. Для меня это важно. Он может объясниться тоже прекрасно. Он говорит лучше, чем я, естественно. Он поправляет мое произношение, мой акцент и так далее. Вот. Поэтому, по большому счету, я не сужу, какой уровень у преподавателей. Мне главное, что умеет мой ребенок. Вот. Поэтому я не могу сказать, что уровень плохой или хороший. Мне главное, чтобы они знали язык. И когда мы переехали на Кипр, у нас даже не стоял вопрос, идти в английскую школу или в русскую. Потому что пока есть возможность учиться за границей, такого вопроса нет. Конечно же, нами был сделан выбор только в пользу английской школы. Зарплату Нади. Ну, вы знаете, у нас достаточно как бы своя система, потому что, во-первых, у нас зарплата в евро. Во-вторых, у Нади рабочая виза. Она живет с проживанием. Она не платит за за свою квартиру, за продукты и так далее. Я плачу за нее налоги, потому что у нас официально все оформлено. Вот. У меня четверо детей. Мы уезжаем с мужем вдвоем, и она может остаться на 10 дней, например, с четырьмя детьми одна. Ну, то есть, тут такие как бы моменты, которые сказываются на зарплате. Но я хочу сказать, что у нас очень нормальная, нормальная, адекватная зарплата. Никаких миллионов никто не платит и никто не получает. Все соразмерно функциям, времени работы, выходным, отпуску и так далее. Надя работает 3 месяца и на целый месяц улетает в отпуск. Потом надо сказать, что я очень адекватная работодатель, и со мной, в принципе, счастье работать, как я считаю. Вот. Дети у нас тоже адекватные. Муж тоже адекватный. Вот. Поэтому еще как-то, наверное, уже со временем больше сказывается вот такое вот даже больше отношение уже, когда идет. Кстати, у меня есть шикарнейший курс, который называется «Курс про няню от А до Я». И я там делюсь своим подробнейшим опытом, как искать няню, какие задавать вопросы на собеседовании, про эмоциональное выгорание няни, что делать, когда такое случается, как с няней обсуждать ее ошибки, стоит ли ее штрафовать и как, как пресекать моменты, когда няня начинает рассказывать про бывшую семью, где она работала, няня и домработница, в чем разница, няня и много детей, няня с вами на отпуске, няня с вами за городом в отпуске, ночная няня, няня у грудничка. Короче, у меня столько там моментов, у меня есть даже огромнейший там договор, как документ, который вы можете подписать с няней. И бонусом там идет очень крутой ролик, 15 или 20 минут мы снимали его с Макаром, с моим сыном средним, про оказание первой помощи, потому что я знаю, мама всегда очень-очень волнует брать няню, и если она не сможет помочь ребенку, если он там что-то, да, с ним произойдет, специально для этого мы сняли с Макаром шикарнейший ролик про оказание первой помощи, как делать искусственное дыхание, что делать, если идет кровь, да, порезался очень сильно, как остановить эту кровь, если задыхается, что-то в горло попало, как нужно куда нажать, чтобы, ну, этот как бы предмет вылетел. И смотрела и моя няня, и я смотрела, и мои подружки смотрели, и показывали это своим няням, и мы просто сидели с няней, она брала куклу, и мы все это на ней как бы прорабатывали. И вот девчонки, говорю, что после этого мне стало прям самой психологически легче, что хотя бы у няни есть эти знания. Поэтому, думаю, такое время карантина скоро закончится, и всем очень потребуется помощь, если кому-то она нужна. Очень советую пройти мой курс. Он есть в шапке профиля. Ну, блин, я рекламировать вообще ничего не умею, но очень вам просто советую, кому нужно. Там полезнейшая информация, и очень много голосовых сообщений, где я рассказываю, как общаться, вот эти все вот такие очень тонкие моменты с няней, потому что у меня достаточно большой опыт в этом, и няня не первая, Надя не первая моя няня. Вот. И в Телеграме будут голосовые сообщения, которые вы сможете послушать, и шикарный договор, и вопросы к собеседованию. Мне кажется, там все, что нужно знать при поиске няни. Как искать няню через агентство, как искать через газеты, на что обратить внимание, список анализов, которые необходимы обязательно при поиске няни, чтобы она вам предъявила. Черный список нянь, они есть в интернете, как ими пользоваться, что искать, что это значит. Вот. В общем, просто миллион вопросов, и кому нужна няня или помощница по дому, он вас спасет, этот мой курс. Были какие-то трения с няней, или сразу все друг друга поняли? Да, менялись няня, были свои ошибки, были какие-то недопонимания, было такое, что у няни были сильные головные боли, хронические, и она по 3-4 дня не выходила, 5 дней не выходила из дома, не выходила на работу. И потом уже, когда я искала няню, я уже и предъявляла вот эти требования, что мне просто без проблем со здоровьем нужен человек. Были няню проблемы со спиной, были с варикозом, когда она приехала сюда уже, ну, в предыдущий дом, и не могла подниматься с первого на второй этаж, у нее сильно вышел, например, варикоз. И как-то было такое, что муж спустился со второго на первый этаж, а няня лежит на диване, задрала ноги кверху, и типа у нее вскрылся вот этот вот варикоз. Вот, потом были няни, очень неуважительно, так достаточно относились к детям, да, позволяли себе, ну, прям вот, позволяли себе такое определенное отношение, которое даже я не позволяю вообще. Вот, потом няня была, которую я прям уволила день в день, у нас были очень, был очень такой серьезный конфликт, что в принципе на меня вообще не похоже, чтобы я вот так расставалась с человеком. Я была беременная, и на мне были все дети, муж был в России, естественно, вот, я просто ее уволила, и вот этот безумнейший токсикоз, и возила их в школу, и вставала в 6 утра, беременная на ранних сроках, это была просто вообще какая-то труба. Вот, все было, и все свои ошибки, кому интересно, я рассказываю в этом курсе, я там очень подробно разбираю все, что со мной происходило, вот, отвечала на вопросы девчонок, там есть тариф, когда мы подбираем няню вместе, и вот тогда мы уже проговаривали все ситуации, которые есть у них, как лучше из этого выйти, как подобрать няню, с какими функциями лучше, в зависимости от запроса, вот, ну, кому интересно, можете посмотреть, там все очень-очень подробно. Марина, я вас обожаю, взаимно, девчонки, спасибо большое, про лошадь, сколько занимается, Егор занимается, наверное, 3 года, он безумно просто, это его такая страсть, безумнейшая, он хотел лошадь купить, ну, как бы, я говорю, да, вы приведите мне еще лошадь сюда, и вообще просто можно уже, это, вот, но, конечно, он еще маленький для покупки своей лошади, и лошадь стоит, как бы, недешево, вот, и поэтому папа такое решение принял, взять ему лошадь в аренду, пока на 3 месяца, но он просто ею горит, он накупил разных шампуней, он чешет, моет, умывает, причесывает, что только там он с ней не делает, я иногда снимаю сториз, и он готов жить на этой конюшне, у него очень классный тренер, Стеф, там, ему около 30 лет, он англичанин, шикарный у него английский, мне очень нравится, что, во-первых, это мужчина, я очень хотела, чтобы у Егора был мужчина, да, тренер, в любом, что касается любого вообще спорта, или, ну, какого-то занятия, это очень здорово, я подбираю детям мужчин, потому что, ну, как бы, да, у них папа не всегда рядом, и это влияет на их развитие, и если нас что-то не устраивает, мы меняем, я меняю до последнего, прямо пока вот не устроит ребенка, ну, и меня, естественно, вот, Стеф шикарный тренер, они очень здорово общаются, и на английском, я еще раз повторюсь, и Макар тоже начал ходить, но вот сейчас, пока он не ходит, пока, да, вот это время, но продолжит. Марго занимается дополнительно с репетитором? Нет. У нас была женщина по русскому, которая приходила к детям, и параллельно изучали они и русский, и историю, и литературу, и искусство, и музыку, и архитектуру, она просто была настолько всесторонне развитым, крутым специалистом, наикрутейшим, у нее случилась одна беда, и ей пришлось уехать с Кипра, вот, и параллельно, пока она занималась мальчишками, она научила Марго писать на русском, и читать, ну, сколько-то они там позанимались, потом это Маргошке так понравилось, что она уже начала сама там копаться, ко мне приходить, мы там с ней вместе, но начинала с ней вот эта учительница, сейчас пока нет. Второй поток доступа к телу начался, как выкрутились в итоге, с тем, что желающих было намного больше, чем фактический мест, а мы закрыли просто, поступление, ну, закрыли продажи, вот, но девчонки пишут, и я пока не знаю, может быть, мы сделаем такой, не поток, где набирать прямо сильно-сильно людей много, а откроем на какое-то время, и те, кто, ну, как бы успеет зайти, продолжат этот курс, потому что я его очень люблю, я его обожаю, и мне кажется, он очень здоровский получился, вот, и пока я успеваю, как бы, отвечать на вопросы, давать какую-то обратную связь, у меня есть там девочки-кураторы, эксперты, которые отвечают, вот, по этим всем анализам, женский тренер, йога там, массажиста, все, что есть в курсе, все на все отвечают, и я параллельно успеваю отвечать, если я не могу ответить на какой-то вопрос, и у девочки, например, ну, да, какой-то прям серьезный, кто отвечает там, нутрицолог или диетолог, я пересылаю информацию, ну, в общем, там очень, как бы, такая своя система, и мне нужно все, все, как бы, везде отвечать, все контролировать, нос сгорел на солнце, шелушится, да, я думаю, может быть, потому что, ну, это нет, это уже что-то не то, просто невозможно, да, вот, учительница, у нее случилась большая трагедия, и она улетела с Кипром, курс долгий, вы имеете в виду курс про тело, или курс про няню, а, курс про няню, нет, вы знаете, он сразу открывается доступ, и вы можете пройти все сразу, то есть там три видео, одно, по-моему, час, но его на компьютере можно посмотреть на убыстренный вариант, второе видео, около, может быть, 30 минут, третье видео, тоже около 30 минут, потом там есть разные чек-листы, договоры, список анализов, вопрос к собеседованию, договоры, и так далее, и в телеграме, в телеграме голосовых, где-то штук, может быть, 25, но они очень нормально слушаются, они не такие длинные, может быть, по 4, по 5 минут, я слушаю все курсы, в наушниках, в машине, вот, в принципе, он не делится на уроки, которые, например, один урок прослушал, сделал задание, открыл следующий, такого у нас нет, вы можете пройти этот курс за день, если вы, как бы, ну, найдете время на это просто, вот, няня у нас с Украины, Надя приехала, когда только родился Гордей, они менялись с другой няней, то есть, 3 месяца работала Надя, она уезжала на месяц в отпуск, ой, нет, на 3 месяца уезжала, и приезжала на эти 3 месяца другая няня, и они вот так вот менялись по 3 месяца, потому что, по вот такой обычной, туристической визе, можно жить только 3 месяца, потом уже я сделала, я выбрала, как бы, потом Надю, и с ее согласия, естественно, я сделала ей рабочую визу, и теперь у нее другой график, она осталась одна, так они менялись по 3 месяца, и она теперь работает 3 месяца, на месяц уезжает, когда должен прилететь ваш муж, я не знаю, когда откроют аэропорты в Москве, тогда и прилетит сразу, чтобы все понравилось в Омане, поехали бы еще раз, нет, мы бы больше не поехали, это очень дорогая страна, просто безумно дорогая страна, мы когда пришли в ресторан, мы вообще не могли понять, в чем дело, и почему здесь такие цены, и что это вообще, в чем это цены, то есть, ну, как бы, так особо не удивить ценами, но там удивились очень сильно, оказалось, что это третья в мире страна, по уровню цен, вот, по большому счету, там смотреть было нечего, там особой достопримечательности нету, просто ухожено все, красиво, цивильно, дорогущие магазины, дорогущие отели, красивенные отели в горах, красивенные виды, вот, обслуживание, сервис, ну, и как бы все, ну, вот этот рынок огромнейший, где продаются разные вот такие штучки, вот, в общем-то, все, вернули в рацион животный белок, красное мясо, помню ваш эфир, да, я, да, у меня стали сильно выпадать волосы, через полгода, после того, как я отказалась от мяса, и я, да, я вернула мясо, я ем мясо сейчас, мне кажется, что у меня волосы стали намного лучше, сейчас они просто, ну, вот такого дурацкого, как бы качества, да, неухоженные, такие, не, как бы, ну, неухоженные, скажем так, ну, вот, я просто вчера вымылась, расчесала и пошла, я ничего с ними не делала, да, не укладывала утюгом, ни какими-то там средствами, ни как-то их не прихорашивала, ни там пенкой или как-то, вот, но мне кажется, они стали больше, гуще и лучше, после того, как, может быть, это мясо, может быть, у меня был ферритин на нижней, просто на нижней границе, и мне пришлось даже делать капельницы, чтобы повысить ферритин, ферритин это железо, и оно прямым, просто прямым способом влияет на качество волос, у нас был очень хороший эфир с Владимиром Животовым, ролик есть на ютюбе, канале у него там на ютюбе записан, он показывал очень классные массажи для кожи головы, как правильно делать массажи, чтобы сюда поступал кислород, и здесь все как бы, ну, массировалось, поступал сюда вот этот обмен, вот, и потому что, ну, мы как бы причесали, да, пригладили, просто ничего не делаем, а на самом деле нужно очень круто массировать голову, чтобы циркулировала там кровь, приток был, как выбирали кружки и секции детям, а то, что они хоть, так, Егор, я не поняла, ну-ка спать, давай всех там спать укладывай, как выбирали кружки детям, ну, в принципе, то, что они хотели, да, что-то я предлагала, мы или оставались там, или нет, вот, что-то видела уже по результатам, например, Макар у меня очень красиво рисует, я ему предложила посетить курсы с художницей, ему понравилось, он остался, Марго ходила на коньки, потом у нее и Вита, лучшая подружка, пошла на гимнастику, и Вита перешла на гимнастику, я была не против, вот, Макару сначала лошади не понравились, мы не стали ходить, он немножечко подрос, прошел год, он захотел сам на лошади, мы пошли, вот таким образом мы все выбираем, вот, но я говорю, что в приоритете у меня все-таки для мальчишек очень хочется тренеров-мужчин, вот у Егора и Макара коньки вел мужчина, очень классный тренер из Армении, у нас парень молодой тренер по плаванию, они делают физкультуру перед плаванием, кувырки, там какие-то занятия, отжимания, то есть для меня вот это вот еще было важно, курс фантастический, очень комфортный и грамотный, очень редкий курс, спасибо, я очень рада, что пошла на него, спасибо большое, мне, конечно, очень приятно, всегда такая обратная связь, я, да, мне кажется, курс получился очень достойный, я реально очень им горжусь, и прям очень здорово, что я так думаю, настолько подробно все, а еще так симпатично, что меня, как визуала, это очень мотивирует, мотивирует, да, Маш, я очень хотела, чтобы это были не только какие-то голосовые сообщения, а чтобы это было вот такое вот видео, интервью, и очень такие девчонки у меня все подобрались, и разговаривают, в принципе, мы разговаривали как подружки, так вот получалось, что прям очень подробная, важная информация, она идет таким очень легким языком, для меня, конечно, это все было очень важно, молоко коровье детям стали давать, или как отменили, все, молоко пьет Гордей перед сном, молоко иногда пьет Марго, гречневую кашу с молоком, мальчишки редко пьет Егор старший, Макар практически не пьет, вот, я считаю, что там как раз лет до 7 молоко нормально, потом все, у меня начинается вздутие живота от коровьего молока, у меня некомфорт, какой-то вот живот надувается, какое-то все несварение, какая-то, короче, хрень происходит, я вообще молоко не пью, муж не пьет молоко вообще несколько лет, вот, и мне без молока лучше, детям это пока необходимо, я так считаю, для детского организма, вот, но Егор уже как бы, ну, практически не пьет, так, почему нос красный, да кто бы знал, я не знаю, ферритин 8,7, а должен быть минимум равен весу, вес у меня 67, не знаю, что с этим делать, нужно срочно повышать ферритин, срочно, ну, вот, как бы я повышала капельницами, но, насчет капельниц, у тех же нутрициологов, разное мнение, и у нутрициологов, у диетологов, если почитать разных врачей, у всех мнения разные, кто-то против капельниц, кто-то за, мне вот выписали капельницы, я достаточно быстро подняла ферритин, больше своего веса, но я его не сдавала, потому что вот это вот время, да, эти анализы сдавать сейчас нереально, вот, мне сказали, Марина как раз сказала, Мальцева, что он будет снижаться, если его не поддерживать, это был, это, на это влияет все, 4 беременности, да, например, как у меня, я про себя, четверо родов, это огромная потеря крови, да, везде, в родах там, везде, везде, вот, несоблюдение каких-то витаминов, микроэлементов, потому что я, в принципе, раньше никогда не сдавала анализы, вот, и, ну, как бы, да, нехватка того же мяса, например, да, то, что я от мяса отказалась в свое время, вот, его достаточно быстро можно повысить капельницами, или пить определенные есть капсулы, такие жидкость есть, но это не меньше, чем полгода, чуть ли не каждый день пить эти капсулы, в общем, это нужно грамотно консультироваться с нутрициологом, именно по вашим анализам, потому что они смотрят не только на ферритин, но и на какие-то сопутствующие там вот, ну, еще какие-то, короче, анализы, вот, да что, блин, почему ты его так часто трогаешь, потому что нос чешется очень сильно, сейчас у вас вес мечты, вы выглядите потрясающе, девчонки, ну, простите меня за нос, но я ничего не могу сделать, это реально, наверное, я не знаю, аллергия на красное вино, хотя, невозможно такое, нет, сейчас у меня не вес мечты, я была в весе мечты, знаете, когда, ровно год назад, когда я собиралась делать операцию на грудь, я перед этим очень сильно худела, потому что я хотела, чтобы, во-первых, ну, как бы мы выбирали размер, и чтобы я была прям вот, вот такая, вот такая, просто идеальная, чтобы я максимально подобрала под себя размер, когда я буду вот прям, ну, просто звезда, вот, и у меня был идеальнейший мой вес, я его добилась, у меня был такой вес первый раз после института, вот в институте, там, скажем, 23-24 года, я весила вот 53 килограмма, и вот год назад я дошла до 53 килограмм специально, правильным путем, без диет, без изнуряющих тренировок, кстати, у меня на курсе нет диет, у меня на курсе нет изнуряющих, безумных тренировок, потому что это все, что я себе запретила, я таким образом заработала гастрит, я таким образом заработала себе, там, определенные боли в коленях у меня были, вот этими тренировками, и я просто хорошим питанием в том году снизила себе вес до 53 килограмм, питание, конечно, не просто питание, питание, хорошие тренировки, бег, массаж правильный, все это было, вот, и это был настолько мой идеальный вес мечты, я когда смотрела на себя в зеркало, я просто охреневала от себя, и я сейчас, пусть не 53, возможно, 54, был бы мой идеальный вес, и с девчонками с первого потока доступа к телу, я снизила вес до 55 с половиной, а потом вот это вот настало время, как бы, вот этого карантина, и я начала, начала, у меня начали уходить больше сантиметра, объемы, и для меня оказалось это так круто, что у меня объемы, особенно вот здесь, и вот здесь вот, где, ну, ноги, очень плохо уходят, и вот на этой программе, на этом меню у меня стали уходить объемы, не столько вес, сколько объемы, и я сказала себе, окей, это тоже очень круто, вот, убрать объемы, это всегда тяжелее, чем даже убрать вес, вот, и сейчас у меня начался второй поток, я потом как бы, когда поток первый закончился, я немножечко плюнула, я думаю, окей, со вторым потоком начнем как бы заново, это все, я просто знаю, девчонки, что я могу себя взять в руки, и я сделаю тело, как мне нужно, очень грамотно, очень по-здоровому, без всяких принудительных диет, вот, конечно же, скоро лето, и я вам очень советую, а знаете, еще очень здорово, у меня есть одна подписчица, не одна вернее, но одна из, у кого муж сейчас, она, короче, осталась в Италии, а муж в России, и они точно так же не могут пока соединиться, и она, говорит, и она пошла, короче, на мой курс, и говорит, мне нужно убрать 7 килограмм, эти 7 килограмм, со мной 10 лет моей совместной жизни с мужем, говорит, если я уберу 7 килограмм, я хочу, пока его нет, убрать эти 7 килограмм, взять этого стилиста и визажиста, чтобы она сделала мне новую прическу, и подобрала гардероб, она говорит, я просто не представляю, что с ним будет, мало того, что мы столько не видимся, и я буду минус там, ну пусть там 5-6, неважно, сколько килограмм она уберет, и я вся буду в новом вообще и весе, и в новом качестве, и в новой одежде, и с новой прической, она говорит, я думаю, что просто этих 10 лет, как не видать, это будет новый там, и новый месяц, и все такое, вот, и я подумала, что я тоже должна к прилету мужа, сделать из себя такую, чтобы он просто охренел, вот, и это очень крутой сейчас, есть на это, ну, момент, все рецепты в курсе, потому что, они все доступны, у меня нет, как мне раньше мама говорила, а что тебе, марципаны приготовить? У меня нет никаких марципан, у меня есть доступные продукты, которые могут купить все, вот, и, в общем, ну, девчонки, в очередной раз, кому нужно к лету, очень круто, я просто всех с удовольствием приглашаю, вот, еще что забыла сказать, завтра, я хочу сделать прямой эфир, знаете, с кем? У меня есть Ксюша, моя визажист, которая всегда меня на какие-то крутые мероприятия, собирает, красит и делает прическу, и я ее пригласила, я хочу сделать совместный прямой эфир, чтобы мы с вами сделали, какую-нибудь классную прическу, потому что в моем списке полезных дел, в чек-листе мы, кстати, его с вами даже не доделали, не договорили, есть очень классный пункт, научиться делать какие-то для себя прически повседневные, самой научиться делать, и делать, и научиться делать макияж, так вот, я хочу, чтобы мы с вами вместе, вот она скажет, например, нам нужно на завтра просто чистые, сухие волосы, и все, и мы будем делать из этих чистых волос, или красивый хвост, не вот такой, да, который, ну вот, блин, ну и че, или может быть пучок, она будет постепенно это все рассказывать, и мы с вами вот этот вот один пункт чек-листа нашего, его просто закроем, вот, это можно сделать вечером, или можно сделать макияж какой-нибудь прям в прямом эфире, мы с вами возьмем, например, блин, стрелки, это очень сложно, мы можем взять смоки айс, это будет попроще, просто возьмем палетку, у кого есть темные тени, там тональный крем, и все, что она будет делать, мы все будем просто повторять в прямом эфире, если хотите, такой классный вот прямой эфир, который я задумала, пишите, как попасть на курс, где посмотреть, девчонки, в шапке профиля, там есть вся информация, прям заходите, все читаете, какие-то вопросы пишите в директ, я всем отвечаю в директ, я иногда на 12 ночи просто сижу и отвечаю, исправляете вы речь няни, вот в курсе про няню, есть отдельный голосовой про речь, на самом деле, я сначала искала няню с чисто русским говором, да, ну потому что у меня дети растут, они там будут повторять и все такое, и вы знаете, самый парадокс, что Надя говорит немножечко с акцентом, и у нее попадаются слова, как бы, ну такие не очень правильные, и что я заметила, что мои дети не повторяют ее вообще, то есть она с нами 3 года, все росли, и Гордей рос, ну Гордей ладно маленький, Марго, Макар, Егор, все росли, у всех как бы появлялась своя речь, никаких нету таких моментов, потому что, знаете почему, потому что она очень, они очень много времени проводят со мной, с мамой, они очень много времени проводят с папой, ну по возможности, с друзьями, со школой, в кружках, поэтому это никак не откладывает свой отпечаток, вот, и если у вас стоит выбор, выбирать няню получше, но с акцентом, или с какими-то говорами там, и выбирать похуже, но с русским чистым языком, не ошибетесь, не переймет ваш ребенок, вот такие вот, ну какие-то моменты, это все проверено уже несколько раз, кольф это очень правильный спор для мальчиков, да, но моих мальчиков пока не, ну не очень привлекает, гуру курсов, который прослушал столько разных курсов сам, просто не могла создать не фантастические курсы, как иначе, спасибо большое девчонки, мне вот, мне очень приятно, с кем сейчас дети, Гордея уже спит, втроем они там сами сидят, ферритин поднимать обязательно, просто обязательно, да, обязательно консультироваться с врачом, я согласна, могут быть какие-то побочные эффекты, 6 месяцев пью железо каждый день в бутылочках, да, у меня тоже стоит железо в бутылочках, я хочу сдать, вот после капельниц, вот этот вот ферритин, я сдавала, у меня увеличился, прошло время, мне снова нужно сдать, и если он падает, мне тоже нужно пить эти бутылочки, у меня никогда не было такой реакции на красное вино, я не знаю, что происходит на самом деле, на курс после родов очень круто, вы как раз займетесь диастазом, животом, будете убирать массажем, будете заниматься своей спиной, чтобы она не болела сразу, вы будете сразу принимать вот это вот хорошее питание, вам только голодание нельзя будет, а так в принципе все-все-все, можно будет сразу после родов, крем от целлюлита белорусский, просто огонь, иначе не скажешь, я от жадности его накупила, 6 тюбиков, наматала щедро, он как начал сжечь, да, потом еще можно обертываться пленкой этой пищевой, приятно тебя слушать, спасибо большое, да, на курсе есть фотка на этот белорусский крем, он стоит вообще копейки, просто, я не знаю, 120 рублей в обычной аптеке, он самый шикарный, я перепробовала миллион кремов, и за 6 тысяч рублей, блин, и какие-то безумнейшие брендовые, для целлюлита, для похудения, хрен знает что, но вот этот белорусский крем за 120-150 рублей, это просто лучшее, что могло быть, он есть в курсе, да, девчонки, зауч хочется пучок прическу, пучок, да, я тоже думала про пучок, а я родилась в Белоруссии, город Иваново, хотим эфир с Ксюшей, давайте завтра сделаем, у меня 10 кироглам лишнего веса, боюсь не понравится, что делать, идите быстрее худейте, если хотите, прямой эфир с визажистом, не думайте о весе, ну, я бы так не сказала, Наде, нет инстаграма, нет детей, можно на курс, конечно, можно, а дети там вообще ни при чем, ну, как бы, это просто, можно худеть после родов, а можно худеть до беременности, где посмотреть курс, как попасть на него, в шапке профиля, там есть ссылка на сайт, девчоночки, у меня опять заканчивается время, мы опять проболтали целый час, я завершаю, давайте завтра сделаем эфир с Ксюшей, или хвост, или пучок, давайте я сделаю опрос в сторис, или будем краситься, я с Иваново, Брестская область, Беларусь, а я там родилась, блин, как круто, девчонки, всем спасибо за эфир, всем спокойной ночи, спасибо, что были со мной.